Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, в течение 2017 года Рабалла и Гелоберт практически каждый месяц проводили онлайн конференции с переводом на различные языки, где рассказывали о грандиозных планах, рассказывали отличные новости. Как компания будет получать лицензии в разных странах, будет открывать представительство и свой банк-то будет, ну и так далее, и так далее. В общем, много чего было и, как вы знаете, последнее выступление Рабалла состоялось в ноябре 2017 года и весь 2018 год ни конференций, ни выступлений, даже каких-то новостей на сайте не было. И вот, после года с лишним ожидания, видимо, господин Рабалла замучила все-таки совесть и он решил записать видеообращение. Ну что ж, я думаю, информация в этом видеообращении достаточно интересная и достойна того, чтобы с ней ознакомиться. Итак, представляю вам перевод выступления господина Рабалла на русский язык. Не удивляйтесь, что оригинальное выступление Рабалла длится 15 минут, а перевод на русский оказался почти в два раза короче, около 8 минут. Это связано с тем, что Рабалла зачитывал свое обращение на английском языке, который не является его родным, и читал очень медленно, с длинными паузами, и в результате оригинал получился длинным. На русском же, я все-таки, русский мой родной язык, поэтому я читаю быстрее, в результате финальный ролик получился короче. Итак, приятного просмотра. Уважаемые администрации Агам, Квестра Ворлд, Пай Винкс и Леонора. Как бывший президент Агам, я настоятельно прошу о следующем. Работа компаний Квестра и Агам должна быть восстановлена как можно скорее, за счет имеющихся ресурсов. Даже если еженедельные доходы сокращаются, ввиду резкого падения курса цифровых монет с февраля 2018 года. В правильном случае, вы платите инвесторам, сколько они вложили, за вычетом полученного дохода. Инвесторам нужно разъяснить реальную ситуацию в компаниях. Они должны знать истинную причину сбоя в работе компаний. Фактически, когда я согласился стать частью великой семьи Агам, я верил в ваши намерения, администрация Агам, вашу искренность, ваше стремление ценить инвестиции каждого из участников. И так же, как и я, Хосе Мануэль Гиллоберт и Диего Мартин взяли на себя роль представителей компании и из лучших побуждений продвигали компанию на рынке. В результате чего, тысячи людей вкладывали свои сбережения. Некоторые даже продавали свое имущество или брали большие кредиты, чтобы стать инвесторами и участвовать в различных промоушенах, которые мы объявляли на конференциях в 2016 году в Анталии, в 2017 году в Дубае, а также в Мадриде и Кабе-Верде. Когда я присоединился к компании в 2016 году, мне сообщили, что инвесторов было около 28 тысяч. В ноябре 2017 года инвесторов было уже 630 тысяч. Этот рост произошел благодаря ярким, масштабным и красивым промоушенам, которые организовывались в разных странах. И люди верили в нашу искренность и с большой уверенностью присоединялись к рекламному брокеру Квестра и к инвестиционной компании Агам. Я также был воодушевлен тем, что большие инвестиции от всех этих людей будут вложены в экономику страны, в которой я родился, и в которой я надеюсь умереть. Как я уже говорил, Кабе-Верде – это как Дубай в Африке. Страна расположена в Атлантическом океане на пересечении морских и воздушных путей, что позволяет развивать самые разные направления. Воздушный транспорт, морские перевозки, финансовую систему, туризм, международные конференции, соревнования и так далее. В целом, в Кабе-Верде у нас спокойно и безопасно. Конечно, как и в любой другой стране, у нас есть политические баталии, но страна живет по демократическим принципам. Необходимо предпринять кое-какие изменения, чтобы финансовая система начала работать эффективно. И я думаю, это произойдет в ближайшее время для привлечения крупного капитала в различные области на Архипелаге. Поэтому я верю, что вы, администрация АГАМ, найдете способ возобновить бизнес на уже более серьезном уровне, но с тем же интеллектом, прекрасной организацией и гибкостью, как это было показано на различных международных и национальных конференциях по всему миру, в которых я принимал участие. Мы не можем закрывать глаза или прятаться, думая, что таким образом мы можем избежать неприятностей. Из-за этого появляются только проблемы. Ненависть, угрозы, жестокость, самоубийство. Все негативное, что мы не распространяем на наших встречах или конференциях. Мы должны показать всему миру, что негативщики, которые всегда высказывались против нашей компании, увидели, что они заблуждались, и что компания продолжает работать. Я также хочу передать привет всем инвесторам и пожелать, чтобы Новый год сопровождался успехом, достижениями и победами. Я бы хотел, чтобы вы более внимательно изучили нашу прекрасную инвестиционную компанию, которая, на мой взгляд, была одной из самых быстро развивающихся компаний с красивыми и масштабными мероприятиями, которые проходили по всему миру в 2016 и 2017 годах. Думаю, это было бы неправильно, чтобы все закончилось так быстро. Я считаю, что будет сделано все для того, чтобы компании снова начали работать. Также я хочу сказать, что компания развивалась вопреки различным противникам, которые стремились нас уничтожить. В данную программу инвесторы вкладывали больше, чем могли себе позволить потерять. Инвестиции такого рода можно сравнить с лотереей или игрой в казино. Никогда не следует инвестировать больше денег, чем мы можем себе позволить потерять. Очень многие были обеспокоены тем, что происходит в их личных кабинетах. Как я и говорил ранее, инвестиционные программы АГАМ вполне работоспособны, но мы столкнулись с несколькими проблемами. Мы хотели инвестировать в авиакомпанию TACV в Кабо-Верде, но местное правительство проявило недоверие к нам и не дало нам шанс приобрести данную компанию. Мы хотели с помощью ваших денег создать финансовый рынок в Африке, но наши регистрационные документы для этого еще не готовы, из-за различных соглашений, которые существуют в разных странах. Ввиду законов по отмыванию денег, АГАМ не давали нормально работать на протяжении более года, и расследования все еще ведутся. Мы хотели открыть инвестиционный банк АГАМ, но ввиду расследования, которое открыл прокурор Кабо-Верде, это стало невозможно. По этой же причине мы не смогли развиваться в сфере ресурсов, сельского хозяйства и энергодобычи, которые имеют большой потенциал в Африке. Программа по покупке убыточных активов и превращении их в прибыльные не продвигалась, поскольку они не соответствовали требованиям программы. Мы не смогли выполнить программу по атомной и возобновляемым источникам энергии. В разных странах мы терпели противодействие из-за подозрительности, которую создал сайт ScamQuest. А все потому, что мы не пошли на поводу у создателя этого сайта, который вымогал с нас крупную сумму. Ввиду всех этих подозрений, мы не смогли получить лицензию в нескольких странах, включая Кабо-Верде. Представитель этого веб-сайта лично приезжал в Кабо-Верде в Центральный банк. Кроме того, мы получили письма от нескольких банков в Европе, которые информировали нас о запрете работать на их территории, не говоря уже о получении лицензии для работы в этой стране. Ввиду всех этих сообщений, система AdvoCash перестала нас обслуживать. Я верю, что наша эффективная работа позитивно повлияла на различные криптовалюты, например, биткоин, который рос с сентября 2017 года до февраля 2018 года, когда в декабре 2017 и в январе 2018 биткоин достиг своего пика, а затем произошло падение до 4000 долларов. Бездействие нашей компании, несомненно, повлияло на общий спад, который мы наблюдаем на рынке криптовалют. Я надеюсь, что с возобновлением работы компании рынок криптовалют снова пойдет в рост. Хотя некоторые инвесторы жалуются, я уверен, что большинство из них заработало много денег, продвигая нашу компанию. Многие стали миллионерами, и очень немногие потеряли свои деньги. Кроме того, многие директора использовали наши компании в своих целях, получая деньги у людей и нанося ущерб репутации нашей компании. Не теряйте надежды. Я почти уверен, что администрация этих платформ сделает все для восстановления бизнеса. Но из-за моего слабого здоровья я, к сожалению, не смогу продолжать работу в компании. Не верьте фальшивым новостям. И как я сказал в своем посте на странице Questra World Atlantic Global UK, у меня никогда не было доступа к фондам, я ими не управлял. Я не мог ничем управлять, потому что я был неисполнительным президентом, то есть президентом, который не может даже подписать чек компании в любом банке или собрать какую-то сумму денег. Такой президент не управляет персоналом или активами компании, аналогично тому, что происходит, например, в некоторых странах, где их президенты являются неисполнительными лицами, а премьер-министр – это лицо, управляющее государственными активами. Я хочу донести, что больше не собираюсь рассказывать о компании Агам, в которой я перестал быть президентом с ноября 2017 года. Я не знаю, что в компании происходит в настоящий момент и что произойдет в будущем. Мне постоянно задают множество вопросов, но поверьте мне, я физически не могу общаться со всеми, кто просит меня объяснить ситуацию. Во-первых, потому что у меня нет текущей информации, а во-вторых, у меня нет времени, чтобы отвечать на столько запросов. С мая 2018 года у меня нет контактов с кем-либо из Агам, я не имею права говорить о ситуации в Агам, и мой врач запрещает мне заниматься вопросами Агам, поскольку это может негативно повлиять на свое здоровье. Будьте счастливы, Антонина Рабала. Итак, в выступлении господина Рабала действительно очень много полезной, интересной и познавательной информации. На данный момент я не буду вставлять свои комментарии, чтобы не делать это видео слишком длинным. Я запишу отдельное видео, в котором мы буквально по абзацам и по фразам разберем то, что сказал в своем выступлении Рабала. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин